Здравствуйте! В эфире программа Блогеры 2.0. Знали ли вы, что саженцы в Алматы закупают в странах Европы? И что в южном городе Яблок по плану может остаться всего 700 тысяч деревьев? О древесном бизнесе жестоком и непонятном в новом посте рассуждения от Оксаны Тарнецкой. Интересно, что судя по статистике, приведенной в блоге автора, город-сад когда-то насчитывал 85 квадратных метров зеленых насаждений на человека. А вот на сегодняшний день в планах местного муниципалитета довести эту цифру до 700 тысяч деревьев на весь город. И осуществить этот процесс планируют путем вырубки деревьев, каких-то из-за болезни стволов, а каких-то в силу их возраста. Для последних есть специальный термин «старовозрастные», добавляет автор, приводя мнение одного из эко-активистов мегаполиса Абая Ерикенова, считающего деревья в Алматы не такими уж обветшавшими. Дубы, например, живут по тысячу лет. Самому старому из них в Алматы всего 300, что составляет всего 30 человека лет. На самом деле это не старовозрастные деревья, это деловая древесина. Охота идет именно за твердыми стволами деревьев. Ценится дуб береза. Их, попросту говоря, спиливают. Еще одна дикость – это тейпирование, обрезка деревьев. Деревья обрезают до тех пор, пока остается только пенек. На самом деле, стречи обрезать надо не так много пород деревьев. Далеко не всем деревьям это полезно. При этом посчитать, сколько и в каких районах планируется убрать деревья, практически невозможно, пишет автор. Нет детальной инвентаризации, когда каждый ствол получает несъемную пломбу со штрих-кодом и номером. Но основываясь на международный опыт, можно сказать, что есть геоинформационные системы, на которых с точностью до 50 сантиметров можно найти местоположение каждого дерева. И все это выкладывается в открытый доступ. И если начинается вырубка, любой человек может зайти и проверить, какое дерево будет убрано. Обратите внимание, как тяжело дышать сейчас. В жару кислорода не хватает. Эти вырубки никак не компенсируются. Вместо огромных вязов чахлые елки. А ведь одно большое дерево – это гектар площади листьев. А водителям стоит вспомнить, насколько легче было ездить по тенистым улицам. Пусть не таким широким. Я считаю, что деревья вырубать без особых показаний никто не будет. К тому же, несколько лет назад я прочитала статью, где были опубликованы исследования ученых, в которых говорится о том, что в зависимости от возраста и качества деревьев в загазованных городах растения начинают поглощать кислород, выделяя углекислый газ. Так что замена старых деревьев на новые, на мой взгляд, более чем оправдана. Отечественный киберспорт еще на стадии зарождения. Наши спортсмены уже могут похвастаться достижениями на этом поприще. Казахстанские геймеры по итогам прошлого года заняли 25-е место в мировом рейтинге по объему заработанных ими средств. В прошлом году на турнирах и чемпионатах по компьютерным играм 50 спортсменов заработали более 600 тысяч долларов. И блогеры предлагают представить, на какие свершения будут способны отечественные киберспортсмены, если за их поддержку возьмется государство. На встрече с министром информации и коммуникации участники дискуссии подняли вопрос высокого пинга в онлайн-играх. Из-за этого нашим спортсменам приходится тренироваться за рубежом, в Украине и Европе, что в будущем может привести к утечке талантов из Казахстана. Министр пообещал помочь с проблемой плохого сигнала. Кстати, еще в декабре прошлого года вице-министр спорта Сакен Мусайбеков рассказал о планах создать федерацию киберспорта Казахстана в 2018 году. Пока же нашим ребятам приходится выступать от лица частных команд, пусть и под казахстанским флагом. Кстати, Артем Волков не впервые поднимает вопрос развития киберспорта в стране. Для популяризации направления автор предложил перевести на казахский язык все самые известные и популярные видеоигры. Это, по его мнению, поможет развить в нашей стране заинтересованность в киберспорте и в целом направление IT и сферы программирования. А разработка отечественных видеоигр откроет этому большому кибермиру Казахстан. Да, киберспорт давно развит. У нас за игроками следят уже как за Головкиным. Конечно, это из разряда фантастики. Даже если вдруг представить, что каким-то чудом появится сервер, то ничего в плане киберспорта это особо не изменит. Чтобы профессионалам расти, нужно соревноваться с такими же профессионалами на праках. Очень много праков. А моторках, чемпах разных. То есть с теми командами, которые играют в Европе. Разумеется, где поддержка государства, там и контроль. Но будем надеяться, что отечественный киберспорт это не загубит. А наоборот, Союз будет обоюдовыгодным. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете. Редактор субтитров А.Семкин